Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот эти изображения пресет лощеницы. Я для нашего храма приобрел в Турине. Все стройки, которые там указаны, я специально изодействовал. И поменял все подвиг и все полицейские, которые отравляли лощеницу. Они мне разрешили эти изображения даже приложить к святой лощенице. И там множество таких полотен с изображением продавалось для того множества людей, которые в это время посещали Турин. И лощеница была выставлена ради двухтысячелетнего юбилея Рождества Христова. А так она обычно выставляется раз в четверть века. То есть раз в 25 лет. Поэтому я уж не очень уверен, что еще доживу до следующего срока. А если и доживу, то наверное будет уже не до езды. И вот Акадия вышла такая замечательная. Вот мы теперь эти два изображения вывесим в храм. Эти самоплощеница Христова, вообще это слово нам известно очень хорошо. Это есть такое свидетельство, которое было припасено Господом Богом для потерявшего христианского людо веру. Потому что в 19 веке начиная с высших кругов общества во всех странах, ну в Европе, особенно в Англии и Франции это началось много раньше, чем у нас. Сотни, наверное, на три на две с половиной лет. Вот потом докатилось до нас. А потом уже прошло так сказать самый низ, ибо рыба гниет с головы, и там случились революции такие безбожные. Потом эта волна застигла и нашу страну, и мы живем уже, как многие говорят, совершенно справедливо в пост христианскую эпоху. Потому что народ, который нас окружает, в нем конечно остались следы христианской культуры, каких-то обычаев, но они в общем малозначительны, и все это тонет совершенно в других каких-то установках, которые не только нехристианские, а просто бесчеловечные. Даже с какой-то такой философско-гуманистической точки зрения они не являются ничем таким ну, чем-то существенным или воистину прогрессивным. Вот, поэтому жизнь возвращается к тому, с чего человечество начало, когда первая церковь появилась на земле, но только в худшем варианте, потому что тогда ну, все-таки была хоть и ложная, но вера. и все-таки хоть построенная на ложных богах, но тем не менее духовность и культура. А теперь нет ни культуры, ни духовности. Одна такая пластмасса. И конечно вот это свидетельство святой плащаницы дано Богом для людей уже потерявших вот такую религиозную интуицию, которая вообще в каждом человеке всегда была в достойке. потому что ни одного народа нет на земле, даже маленького народишка, которого бы не было религии. Абсолютно. Вот даже какая-то может быть примитивная, но обязательно была эта религия. Поэтому даже коммунисты, которые вроде бы декларировали свой атеизм, но тем не менее строили свою философию и такую идеологию на вполне религиозных идеях. и все мы хорошо с детства знали, по сто раз сдавали в разных учебных заведениях, ну типа мир, братство, счастье, труд, мир, май, светлое будущее человечества, построение коммунизма, или ну там еще разные такие вещи, там диктатура пролетариата, ну еще какие-то вещи, которые абсолютно по своему и звуку, и по реализации являются такими религиозными мифами, чего вообще нету. Это есть некоторая такая абстракция, и в которую некоторые люди в силу привлекательности этой конструкции начинали верить, потому что им это давали как вот некую панацею, а давали люди, которые вполне могли читать книги, некоторые даже знали несколько языков, и поэтому становились такими интеллектуальными лидерами, но использовали вполне такие религиозные технологии, которые используют теперь современные секты. И собственно вот всякие направления даже в коммунистической такой коммунистическом мире разные такие разногласия, которые назывались релизионизмом направления там троцкизм например или маоизм или там то, что происходило в Камбодже со всякими оттенками или то, что на Кубе существует или в Корее то это, конечно, носило какой-то особенный оттенок и тем не менее основа была одна и та и вот интересно, что удалось создать религию в которой как бы нету Бога вроде это удивительно на самом деле вся трибутика есть и такое в истории случалось вот например буддизм тоже все ученые относят к религии но там в буддизме о Боге вообще нету речи и никакого учения о Боге нет это просто такая некоторая философская система в которую человек там верит но на самом деле конечно это ну плод просто человеческого воображения под воздействием нечистой силы больше ничего но относится к религии так же и конфуцианского вот такую даже не систему потому что система возникла позже но вот то учение которое вышло из речения конфуция тоже приобрело религиозную форму почему так потому что каждый человек независимо от его образования воспитания он по природе своей религиозен это фундаментальный признак человека когда человек теряет религиозность он собственно становится скотиной опять же мы сегодня с утра говорили о блуде и что человек отличает от животного брак у животных нету брака и вот один из таких фундаментальных признаков человечности это является его религиозность поэтому если религиозность нет никакой или она запрещена то тогда человек сам придумывает какие-то приметы какие-то обычаи иногда совершенно нелепые которые ну совершенно очевидно сочинены ну например там какое-то есть поверье я уж не помню в каком случае но там платок через дверную ручку продевали а потом не знаю что ли он приобретал целебные свойства я не специалист по всяким знахарским похищрениям но такая элементарная магия ясно что она не древнюю происхождение дверных ручек у нас они в России они появились только в восемнадцатом веке поэтому ясно что если магия то что все эти вещи они претендуют на какую-то древность или там астрологию вот они говорят мы древнейшая наука отлично мы согласны действительно слово астрология и подобное ему встречается еще в древней египетских папирусах но вы утверждаете что эта наука очень точная там рассчитывается все это все правильно отлично хорошо а когда открыта планета Плутон такая огромнейшая планета солнечной системы а как это совсем недавно значит все что было до этого было не учитывая Плутона тогда где наука значит либо создана какая-то новая истинная астрология но тогда она не древняя а это изобретение последних сто лет либо та предыдущая астрология вся насколько ложная тоже не учитывает ну огромного небесного тела значит что на кого рассчитано на тех идиотов которые прогуливали астрономию или в сельской школе училась где астрономов не было вообще и никто это не преподавал ну как это состыковать то есть либо древняя либо новая а если новая то на чем основа а мы видим вся терминология взята вообще из каких-то там переводных брошюрок самых таких пошло популярных ну конечно это там для быдла которые газеты читают будет ли нормальный здравый человек читать газеты когда есть Тургенев например это же смешно это тот кто не может читать Тургенева ну на худой конец Чехова так сказать или на самый худой конец Зощенко ну там ну хоть что-то есть а тут ничего нет в газете там даже погоду врут не могут погоду написать правильно иногда даже за вчерашний день то есть ну все переврут от начала до конца что там читать информация там нет информации газеты создаются чтобы дезинформировать за это собственно людям и деньги платят но не для информации это средство но не массовый потому что на всех это не действует а вот для быдла дезинформации в определенном направлении специально вообще это изобретено для управления сознанием а уж не для какой там свободы обмен обменом мнениями это все ахинея полностью но человек повторяет этот лозунг почему но потому что это тоже религиозная формула это некий постулат он должен в это верить есть такие теперешние лозунги типа свобода которой вообще нигде нет ну кроме России вот сейчас такой свободы как у нас нигде нет в мире абсолютно конечно это со временем кончится но вот мы имеем возможность вот так открыто об этом говорить и там демократия интересно где это когда демократия имел власть как это вообще возможно власть либо деньги либо начальство начальство аристократическое по происхождению или люди захватившие власть с помощью каких-то иных рычагов но у нас при советском режиме ну просто бандиты захватили власть а просто нахально объявили себя там незнамо чем каким-то советом народных депутатов набрали 200 человек ура прокричали флагом взмахнули а потом стали телеграмм рассылать то что телеграмм захватили а те люди опять же чисто религиозный момент они им просто верили вместо того чтобы здесь порвать и жить по-своему нет приходят мужики там свинтов мы новая власть и все и все как зайчики построились и так это ну просто до этого была власть причем такая легитимная и народ уже привык как-то что надо власти подчиняться а тут дескать другая тем более перед этим там 30 лет непрестанно в газетах говорили что власть плохая она такая сякая та-та-та-та-та-та-та-та уже как бы всех подготовили власть будет меняться поэтому вот в этот мир наш странно странно потому что он совершенно нелогичный пришел Христос. Как мы поим в этом экзопастиларии о том, как за один час разбойника на кресте Господь подобил рае. Тоже вот с нашей точки зрения, потому что мы мыслим по-человечески, а не так, как мыслит Бог. И у нас свои понятия о том, что справедливо и о том, что надо. Это нам Господь через церковь вновь и вновь напоминает о том, кто из людей первым вошел в рай. Это был разбойник. Это был человек плохой. Он был грабитель. Возможно и убийца. Весьма возможно, что и насильник. Но хотя бы всю свою взрослую жизнь, а может быть и с детства, он провел таким образом, что непрестанно обижал людей, приносил им скорбь. И этим жил. И из этого состояла его жизнь. Каждый из нас очень помногу. Иногда в течение целого почти дня все время приносит кому-то огорчение. Но все-таки иногда у нас бывают какие-то хорошие поступки, добрые. А кто-то старается действительно поменьше делать зла, побольше добра. И вот тут разбойник. И вот он первый ходит в рай. Почему? Где справедливость? Ну почему бы хотя бы в такое же время ему бы там не пострадать? Почему он так мало страдал? Ну день повисел на кресте. Ну мучил-то людей он не один десяток лет. Ну да, железным палком ему перебили ноги. И он задохнулся, вися на кресте, потому что тело потеряло опору. Почему? Потому что он уверовал. И потому что он покаялся. Дело вот в чем, что Христос сам сказал своим ученикам, что я пришел не судить этот мир. Потому что если нас всех судить, то всех нас засудят до смерти. Это абсолютно верно. Поэтому Господь хочет нас просто простить. Но чтобы простить, нужно некоторые условия. Первое. Человек должен осознать свою вину. Человек должен раскаяться в этих поступках. И человек должен обратиться к спасителям. С просьбой о спасении. И совершенно не важно. Это происходило в течение часа, как у разбойники, в едином часе. Или человек 50 лет, сидя в пещере, оплакивает свою грешную жизнь. Это не принципиальность. Награду получает динарий и тот, кто с утра трудился, и тот, кто в одиннадцатом часу пришел. И вот с точки зрения нашего земного смысла здесь тоже абсурд. Но с точки зрения правды Божьей и с точки зрения любви, он поступает как отец. Потому что вот, если дитя что-то такое натворит, очень противно. Но если мать или отец видит, что он раскаивается абсолютно искренне. Что он действительно сожалеет о саде. Если он действительно обращается к отцу с просьбой о прощении. И это неформально. Я вам прости больше не буду. Чтобы только, так сказать, разрешили купить мороженое. Или пойти куда-то в кино. Или поиграть в компьютер. И так далее. Ну там, чтобы опять выторговать в себе то, чего его лишили. А, действительно. То какое материнское сердце устоит? Да никакое. И это нормальное правило. И сейчас искренне раскаивается. Зачем его наказывать? Если он стал другим. Скажите Господь. Он совсем не хочет никого наказывать, карать. У него совершенно другая функция. Потому что Бог есть любовь. Он даже если наказывает, то только для того, чтобы человека вразумить. Поэтому в этом экзопастиларе еще молимся о просвещении. В чем же должно явиться наше просвещение? Что мы должны понять? В чем мы должны просветиться? В чем мы должны получить вот это образование? Мы должны очень глубоко понять и почувствовать, Так что же Господь от каждого из нас и конкретно от меня самого хочет? Зачем он раскался на кресте? Какой в этом смысл лично для меня? Тогда и наше стояние перед изображением этого креста тоже будет иметь смысл. А не просто такой благочестивый, необычайно красивый, духовнейший такой обряд, В котором мы участвуем. Некоторое такое возвышенное священно-действие. Да, это одна из лучших служб, которую Церковь создала, В котором мы сегодня все вместе участвовали. Кто пел, кто читал, кто слушал и так далее. Но молились, старались молиться все вместе. Вот о просвещении мы молимся, просвети нас. Мы должны понять всю свою вину. И мы должны понять, что нашу вину он взял на себя. И поэтому как бы искупил нас от этого неминуемого закона справедливости, по которому нас всех нужно судить до сих. Всех абсолютно без исключения. И второе, о чем просит Церковь от нашего имени в этом экзопастиларии, о том, чтобы он нас спас. От чего? От смерти? Нет. Смерть не минует никто. От болезней? Тоже нет. От потери близких? Тоже нет. От каких-то гонений? От родственников или на работе? Тоже нет. Ни от чего? От чего? Спасти от греха, который внутри нас. Который мы осознаем, как вину. Вину перед ним. Что не просто мы торгуемся, как-то выгораживаем. Вот что грех, что не грех. А вся наша жизнь грех, потому что она есть постоянное сопротивление Богу. Вот это нужно осознать. Что какой ценой мы искуплены. И это очень важно. Вот свидетельство плащаницы. Вдруг в конце 19 века изобрели фотографию. И появились первые любители и первые профессионалы. А потом очень скоро появилось и кино, конечно. И тогда это было довольно просто. И вот один человек взял и сфотографировал плащаницу в то время, когда ее выставляли. И когда он сидел в своей фотолаборатории, тогда еще не было пленки, не было никаких кодеков. Сами эти фотопластинки делали вручную. Брали простое стекло, типа оконного, только ровное. Наносили туда слой серебра, солей серебра, который вот светом засвечивался. А потом это уже печатано на бумаге, делалось обратный ход. То есть сначала запечатлевает негативное изображение, а потом позитив опять возвращает. То есть тот же процесс, как-то современная фотография. Ну, исключает цифровую, конечно. Сейчас еще новые технологии появились. И вдруг, когда он взял плащину, она чуть не выпала у нее из рук. То, что он увидел портрет Христа. Он его сразу узнал. Почему? Да потому что за две тысячи лет, с самого первого века, художники, так же, как вот, передавали Евангелие. Первые там тридцать лет, потом оно было записано и можно было точно переписать. Но сперва-то этого не было. Апостолы же устно рассказывали о Христе. И вот так же иконы, все иконы христианские, они донесли до нас образ Христа. Любой человек, будь он четырежды мусульманин или безбожник, или там не знаем кто. Он все равно, когда увидит изображение Христа, он это лицо узнает. Он увидит и длинные волосы, и прямой длинный нос, и увидит раздвоенную бороду, и все, все, все вот, все эти прибыли. И когда он уже сделал фотографию побольше, он стал рассматривать, и увидел, что на этом изображении существует все то, что описано в Евангелии. И произошла вот та сенсация, которая уже существует сто лет с лишним. Сто лет с лишним. Многие даже думали, что, может быть, вот тот нерукотворный образ, который возник от того, что Господь предложил свой лифт по просьбе царя Абгаря, может быть, это тоже было просто плащаница, потому что хранили ее именно в таком ковчеге, когда было открыто только негативное изображение лифта. А она, плащаница, была сложена так в несколько раз. Потому что когда бывали пожары, то накалялся этот ларец, и углы обгорели. Поэтому на полном изображении видно вот эти белые пятна, на самом деле это просто дырки от обгоревших углов этой ткани. Исследовали ее крупнейшие лаборатории и институты мира, даже Ассоциация Американских Космических Исследований. Исследовали не только миллиметр, а каждый микрон этой ткани. И увеличили изображение в 500 раз в электронном дне. И было обнаружено, ну все. Даже подсчитано, сколько ударов получил Христос в плите. Сколько было у этой плети хвостов. Какие наконечники металлические этих хвостов были повреждены. Удар тростик по голове тоже зафиксировал. И после этого стали говорить, что в плащаницах это есть Пятое Евангелие. Евангелие Страстей Христов. Потому что этот документ абсолютно юридически, на уровне самых последних достижений юриспруденции, то есть по закону, доказано, что это плащаница, в которую был завернут Иисус Христос. Как она попала в Турин? Вместе с графом де Турин, который участвовал в крестовом походе и вывез ее из Константинополя. Вообще вся Италия забита святынями христианскими, большинство из которых вывезено было из Константинополя. А там воцарились турки, которые все уничтожили. Все, что было. Единственное, что сохранилось практически целиком, это София. Которую они сделали мечетью и поэтому не тронули. Потом сейчас музей, но сейчас опять хотят сделать мечеть. Потому что, ну, никто уже так сильно не нажимает, ну и потом в Европе уже треть населения это мусульмане, еще немножко подождать и все. И вот было даже установлено, что на глазах Христа Спасителя лежат монеты. Их так не видно, это только при увлечении в пятьсот раз. И на монетах этих прочли надпись. Эти монеты чекали при Понтии и Филате. Там есть его пинер. Но удивительное дело. На этих монетах, которые лежат на глазах Христа Спасителя, чтобы закрывать ему веки, ну, мы и сейчас это делаем. Когда человек умирает, веки полуоткрыты, кладут монеты, чтобы веки закрылись. Там есть орфографическая ошибка. Видимо, кто чекал монеты в Иудее, были не шибко грамотны с точки зрения латыни. И когда это было обнаружено, нашли эти монеты. По-моему, штук шесть. С этой самой ошибкой. Этих монет не так-то много. Было потому, что... Ну, потом кто-то заметил, стали печатать правильно. Ну, то есть, это подчеркивает абсолютную идентичность. Вот. То, что человек распят, а то, что он распят, это очевидно. И случится, потому что там следы от гвоздей, что он был иссечен плетью, что он получил удар трости по голове, что он перебил и переносицу. И вот эти кровопотеки от тернового венца, они все существуют, потому что изображение, на самом деле, здесь только лицевое, но вообще-то оно двойное. Есть изображение еще Христа со спины. потому что тело было положено на одну часть полотна, потом перегнуто через голову и закрыто сверху. Никаким образом не заворачивая. Оно лежало сверху. И еще, что установило НАСА, это американская ситуация исследований космоса, у которых самое лучшее в Америке аппаратурсия, что человек, который был завернут в эту плущеницу, покинул ее, не разворачивая ткань. Потому что те потеки, которые существуют на этом изображении, они остались в такой форме, как будто ее вообще не трогали. Изображение природы его абсолютно непонятно. Потому что это не краска, это не какой-то вид опаленности этой ткани. совершенно неясного науки происхождения. Ну, как была одна из гипотез, что был какой-то выход мощной энергии. Вы представляете, эта вот умощенная благовониями ткань сработала как фото пластинка. Причем ткань полностью соответствует тем тканям, которые существовали именно только в Палестине в то время, и сама техника ткани совершенно идентична тем тканям, которые вот в том месте были. Потому что тогда все ткани фабрик никаких не было тканских. В каждой местности делали свою ткань. И эта ткань именно так, первого века. И, конечно, в этой ткани есть следы пыльцы растений. И все эти растения, чья пыльца осталась вот в перекрестии этой ткани, конечно, резученных оказалось более 30, и все они имеют палестинское происхождение, эти растения. То есть это совершенно абсолютно из той же метки. Поэтому распятие Христа абсолютная идентичность описания четырех Евангелий соответствует этому изображению. И то, что Христос воскрес, это не есть объект веры. Это абсолютно научный факт. христос Да ничего. Потому что убеждать людей в истинности это только обращаясь к сердцу. А вот никакой логикой там убедить в чем-то вообще нельзя. Ну воскрес, ну жил две тысячи лет назад, ну церковь основал, ну эта церковь несмотря на что даже Советский Союз рухнул, а церковь осталась. Не для кого это ну и что? Опять, ну и что? Ничего. Ничего. Ничего для человека, который не чувствует истины. Потому что она неинтересна. Потому что один человек любит истину и хочет ее постигнуть, а другому все равно для него истина ну это сытая брюха или еще какие-то удовольствия или еще власть над людьми там, ну и не знаю чем человек тешится в этой жизни. Ну или просто кино смотрит или по интернету лазит так сказать дорезив в глаза. Ну каждый так сказать живет чем он может. Но для тех людей которым ну как Фоме нужно пальцы допустить в раму. Господь дает такую возможность. Ты хочешь убедиться вот тебе современная наука причем не какая-то там а ты стапель в которой весь мир на коленях стоит американская вот она тебе говорит что Евангелие оно говорит правду Христос Христос воскрес А дальше смотри сам Более того многие ученые которые следовали это чисто формально многие уверены стали христианами потому потому что это было для них сокрушитель это ну после этого ну как многие приходя в музей Андрея Рублева там служителями реставраторами просто сидят среди икон они постепенно обращались к Богу потому что вот эта красота небесная которая существует в иконах она обращалась почему да потому что икона это тоже образ Христа как и эти изображения это образ Христа только тут опосредно через поколение художников один у другого так срисовывал 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 и дошло до нас в таком узнаваемом совершенно виде конечно каждая икона она немножко своя но тем не менее главный черты угадываются вот эти так сказать ну как следователь был сказал особые приметы это совершенно неоспоримо поэтому для нас людей уже 21 века но никакого усилия такого можно сказать философского или математического не требуется для веры да в 19 веке сомневаясь наука только начиналась и много не было известно поэтому люди ну так с восторгом принимали и свое обезьянье происхождение и там еще всякую ерунду но теперь все наука уже далеко ушла вперед и опять возвращается к Библии к священному писанию опять же ну и что можно очень много знать и очень много уметь но не приблизиться к спасению потому что спасение зависит от того вот то что Христос для нас совершил сумеем ли мы усвоить своим сердцем просветиться чтобы понять вот что требуется где она истина то что все же тащат к себе Христос об этом предупреждал восстанут много лжехристов лжепророков и многих прелестят каждый месяц новая секта образуется и люди туда идут и им там все рассказывают и они верят уши развесят это понятно ничего с этим не сделают но истина все равно одна и каждому из нас для себя нужно этот вопрос решить Христос так сказал что от истины тот послушает голоса моего вот что это значит как бы человек не пал в нем все равно сохранится образ Божий и как бы вот эти струны наши души не ослаблены а половина не порваны может быть какая-то струна все-таки имеет известное натяжение и вот те слова которые произнес Христос или его образ на иконе или вот наше созерцание плащаницы этого страшного свидетельства вот о самой большой несправедливости которую сделало человечество по отношению к Богу эта струна которая у нас внутри срезонилась а резонанс отчего возникает только когда есть единый настрой вот струна ЛЯ она отводит только на звук ЛЯ больше ничего вот если в нас хоть есть что-то от Христа то в нас это обязательно зазвучит а дальше наша жизнь должна запуститься в том что мы должны все остальные струны достраивать пока не возникнет вот эта небесная гармония гармония нашей души с тем с теми звуками истины которые исходят из уст Христа Спасителя вот это собственно и есть просвещение а мелодия музыка которая на этом инструменте будет играться это есть духовная красота понятно что перед свиньей Гендалей играть бессмысленно и поэтому ясно чтобы почувствовать музыку надо в ней жить надо этому учиться надо это очень много слушать поэтому и мы должны непрестанно читать Евангелие непрестанно проникаться духом церковности непрестанно ощущать вот эту двухтысячелетнюю связь которую мы имеем через многие вещи вы только представьте мысленно две тысячи лет распяли в течение самого Бога тело Бога завернули в полотно это полотно раз в четверть века выставлять на всеобщее обозрение туда приезжают толпы народов поломных со всех стран мира и вот эти две тряпочки я вот к этому полотну приложу ну через стекло естественно пули не пробиваем стекло и так далее сумасшедших много сатанистов может быть еще больше а людей жаждущих славу которых готовы Джона Ленна застрелить что только завтра газеты написали тоже достаточно поэтому пули не пробиваем стекло но вот к этому стеклу стекло касается плащаницы эти тряпочки а теперь тряпочки здесь а то тому полотну две тысячи лет и в нем был заверт Христос вот мы здесь рядом стоим вот такая двухтысячелетняя связь она вот так очень просто реализуется хотя от того что мы прикладываемся к этому обуву внутри у нас может измениться только в одном случае если на нас это произведет хоть какое-то впечатление то есть на душе останется след печати тогда в душе останется отпечаток именно этого образа который в нас будет жить и действ собственно это и есть образование когда человек нечто изучает и в его уме запечатлевается законы физики химии там или архитектуры гармонии теории музыки и так далее то что он изучает запечатлевается и вот то что происходит в церкви через богослужение помимо духовной части которую мы не будем касаться потому что у нас и слов к ним чтобы это передать а если касаться чисто вот этого впечатления чисто душевного это для того чтобы в нас запечатлелось и жило для того чтобы в нас образ сохранялся а ты ничего ничего нужно перед глазами все время мысленным взором иметь опять же ничего чтобы помнить что каждый раз когда мы согрешаем мы согрешаем против него а он за нас кровь пролил и когда мы согрешаем мы совершаем бессовестный поступок по отношению к лучшему из людей в котором не было ни одного греха и который единственное зачем пришел на землю с небес чтобы умереть за нас чтобы не нам претерпеть такую смерть за нашу душу вот если это запечатлится в нас понятно что мы уже так охотно и так подло и так нахально уже грешить просто не смог ну как мы можем сказать я уйду от мужа потому что я полюбил другого если он сказал что не прелюбодействует совесть не позволит сейчас конечно люди становятся все шире и шире и практически нет таких историй вот как два друга начали какой-то бизнес а потом один другого не обманул я таких историй еще пока не знаю ни одного когда люди начинают вместе а потом один другого выкидывают а иногда и убивают только для того чтобы ему иметь все или как это теперь говорят кидает то есть совесть она очень расширилась то есть такая бессовестность что вот ну как неудобно вот человеку который для тебя может много сделать вот сделать такую подлость то есть страсть к деньгам она становится больше тогда чего Христос может хочет нас спасти от этих страстей потому что эти страсти убивают в нас человека не только сребролюбие а все и другие страсти в нас убивают человека Христос не только хочет нас сохранить людьми для этого он пришел если он не пришел человечества уже бы не было мы бы взаимно уничтожились это невозможно и вообще все что плодоносит на земле это то в чем есть корень христианства потому что культура она духовного происхождения а это возможно только изнутри духовной жизни она существует только в христианстве больше ее нигде есть и быть не может поэтому человек либо христианство пользуется как питательным бульоном плавая там внутри либо сам как-то в этом участвует и тоже варит из самого себя этот бульон вот для чего для того чтобы сохранить и приумножить совесть чтобы мы имели возможность с помощью добродетелей духовных преодолеть страсти вот это называется спасти вот от этого Христос нас хочет спасти а ни от смерти ни от бедности ни от волга ни от чумы ни от холеры ни от каких-то там диктаторов ни от этого нет это все может быть это вообще не имеет отношения к главному главному имеет отношения только вот так вот как человек сумеет сохранить то что дано ему Богом от младенчества да еще преумножить потому что с помощью благодати Божией это возможно и для этого церковь основала для этого он причащает своим телом и своей кровью чтобы нас напитать чтобы мы стали такими же как он зачем мы это нужно зачем мы вообще ему такие нужны такие дренны опять же потому что он нас любит нам трудно понять потому что мы ничего подобного никому никогда не испытываем есть пяток людей ну у некоторых чуть побольше которых мы немножко любим но чаще себя любим все-таки больше чем даже их во всем случае когда они что-то делают не по-нашему мы не смиряемся а сами приносим скорбь тогда этому любимому начинаем на нее орать обижаться там хлопать дверью еще там что-то делать и надо бить если это ребенок потому что ну что он с нами сладится просто бьем потому что мы сильней у нас вроде есть какие-то права и так далее мы отнюдь не снестовительны наша любовь она часто в колотушках так сказать проявляется а он не так он так не может он не может мстить вот в нем ничего такого нет что есть в нас у него только одна любовь он это являет как апостол Павел говорит едва ли кто за праведнику умрет представим себе есть какой-то праведник очень хороший человек замечательный и у него допустим лейтемии да и кто из нас этому незнакомому человеку по которому знаем что он праведник отдаст свой спинной мозг для того чтобы ему сделали инъекцию может быть он бы выздоровел кто рискнет теперь уже не всякая мать для своего ребенка на это решится а вдруг я инвалидом буду ну и что а тут не инвалидом тут на кресте распяли насмерть да еще ни за что и он на это пошел это для чего почему так страшно да потому что состояние совести людей того времени ну и теперешнее очень похоже оно абсолютно железобетонно не пробивает только жи-жи-жи да жи-жи ну ничем человека не проймешь только автоматом калашнику больше ничем ни никакими разговорами ни убеждений никакой логики ни научными фактами ничем окаменело сердце и поэтому Господь решил вот это все претерпеть может кто-то содрогнется и действительно тот сотник содрогнулся ведь тот которому пробил ребра копьем он потом уже стал мучеником за Христа он здесь же у тела того которого он проткнул чтобы убедившись покойник или не покойник но он воин он людей как мух убивал это его профессия и тут он говорит да воистину этот человек был Божий Сын рядом стоит богословы первосвященники священники фарисеи книжники ученейшие люди знающие наизусть священное писание что же он не слышит что он говорит Боже мой Боже мой с пуймя оставил Еси он же цитирует царя Давида даже Псалом что ты не видишь что воинами по обычаю потому что преступник раздевали когова а одежду тот кто распинал делили а плащ хитон Христов он был тканый сверху домик поэтому если его разрежешь то даже если подрубить кончик он все равно расползется а как его делить никак и они жребий кедали так царь Давид за сотни лет сказал а одежде моей метали жребь и эти слова каждый фалисий вот ты же смотришь вот он говорит те слова которые пророчествовал то есть царь Давид я говорю и тот же царь Давид говорит что а одежде будут моей метать жребьи и вот оно происходит и что на них что-то действует нет никакой любви никакой сострадания что почему у них логика потерялась по этим умнейших людей вождей Израилева им затмило глаза ненависть страсть жажда власти потому что они боялись что народ за ним пойдет а не за ними поэтому они убили из зависти что народ идет за ним что народ любит его больше а чего не любить кормить кормит лечить лечит ничего взамен не бросит с утра до ночи работает покоя ему совсем нет вообще ни днем ни ночью уходит куда-то в пустыню помолиться только начать молиться опять 10 тысяч человек 10 тысяч человек он бежит на другую сторону Генисарецкого озера там еще 15 тысяч стоят кто их предупредил без сотовых телефонов они уже там собрались ему чтобы выкроить время на молитву приходится не в лодке с апостолами ехать а приходится идти по воде напрямки потому что если вокруг то это долго он вынужден идти по воде как по суху для того чтобы их догнали потому что он потратил определенное время на общение с Отцом Небесным в тишине потому что это пища его он говорит это пища моя более Божия это моя пища и вот это все он хочет нам дать и это он через крест пришел принес в нее и как он нам показывает этот путь путь христианский если кто хочет из нас вдруг быть настоящим христианином это путь страданий многими скорбями надлежит вам в нити царствия Бога поэтому кто не хочет скорбей кто их боится кто малодушен он как сказал Господь взявшийся за плуг и оборачивающийся назад тот неблагонадежен для царствия Бога поэтому постараемся насколько это для нас возможно будем для него благонадежны почему мы хотим чтобы мы надеемся на него потому что он хочет надеяться на нас у него кроме нас в этом мире никого нет мы вот такие грешные плохие но кроме нас у него никого нет только в нас есть немножко к нему вера только в нас есть к нему чуть-чуть сострадает только мы готовы ради него там и попахать и что-то там пожертвовать и что-то сделать хорошее не только бескорыстно а даже во вред себе в убыток себе это только есть в нас больше ни в коем поэтому вот мы такие хромые убогие косые дураки не умеющие работать безалаберные но у него других нет много званых мало избранных он избрал не мудрые века сего чтобы посрамить мудро он нам с вами всем не по достоинству наших потому что ну мы никто никто говорит о какие там вы христиане никудыш никуда не годящиеся полуумные а некоторые и совсем и тем не менее он нам оказал высочайшее доверие выше бога нет ничего и он нам оказал он хочет тоже на нас опереться в мире всем такой закон духовной жизни он хочет действовать в этом мире через нас не непосредственно а через нас поэтому каждый из нас должен свою лепту внести на это нам дана вот эта наша краткая жизнь не для того чтобы себе послужить и так уже достаться эгоизма а для того чтобы послужить ему ему послужить и через это конечно и всем потому что бог от человека не не отделим когда мы служим какому-то человеку мы служим и богу как он сказал одному из малых всех что сделал то сделал мне это во первых о том каждый человек это и есть образ бога если что-то для человека сделал но это все равно что ты ризу на икону пожертвовал или ее отреставрировал или сделал для нее раму или сбил для нее гвозь ну каждый что может но только должно быть по-человечески не так чтобы икона 17 века через два часа рухнула и разбилась на две части и опять целый год реставрируется как у нас часто бывает потому что это не из там которых можно миллион сделать а это святыня перед которой 350 лет люди молились и это надо различать насколько можно и это тоже очень важно поэтому каждый из нас вот должен стараться и Господь не будет оценивать нас по результату то что достигнет нет а по нашим возможностям кому дано больше от Бога с того больше спросится а кому дано мало с того мало одному 10 талантов он должен вернуть 10 другому 5 талантов он должен вернуть еще 5 а кому дам 1 талант ну верни хотя бы пару а че пришел с тем что тебе и дали как нет а я человек добрый ну и отлично а какое твое в том достоинство ты что а я говорит от природы такой тем более вот если бы ты был злой гаденыш а стал бы добрым вот это работа вот это духовная жизнь а так чего папа у тебя был добрый человек мама добрый дедушка добрый две бабушки которых ты застал тоже были добрыми ты жил в хорошей семье тебя некто злится тебя старшие братья всегда защищали тебя не били не ругали ты вырос добрым какая тебе в том награда награда будет в том если ты станешь в четверо добри вот тогда да это твоя работа поэтому иной злой он для Бога потрудился больше чем иной добрый поэтому Господь говорит не судите вы ничего не понимаете вот ты говоришь злой человек вот ты в церкви кожа а злой как собака а ты знаешь что если бы он не ходил в церкви он давно к тебя придушил и отсидел а то что он тебя не задушил до сих пор это пошел в церкви а налит злой как собака а другой добрый но ему за это никакой награды потому что не он в это вложил а дедушка бабушка мама папа это чужой капитал а нужно свое нужно взять это приумно не разорить а приумно и вот для этого нужна благодать Божию для этого Господь пришел поэтому скорбь и труд и конечно надежда что это не втуз помоги нам в этом Господь это спасибо